Здравствуйте! В эфире обзор прессы. Мы расскажем о самых важных публикациях прошедшей недели. Завершился прием документов на регистрацию от желающих участвовать в выборах депутатов Госдумы России и Госсовета Чувашии. Те, кто успел подать документы, это более 150 человек по одномандатным округам и более 300, идущих по партийным спискам. Газета «Советская Чувашия» приводит емкую и неожиданную цитату главы Республиканского центра избиркома Александра Цветкова, который на еженедельном совещании при главе Чувашии заявил буквально следующее. Наряду с надлежащей организацией выборов у ЦИКа есть еще одна важная государственная задача – воспрепятствование проникновению криминала во власть. Ряд партий изначально заявили, что категорически не будут выдвигать даже тех, у кого когда-то была судимость. Это «Единая Россия», «ЛДПР», некоторые не парламентские партии. Но без ложки дегтя в бочке меда не обошлось. Особенно смущает, что две другие парламентские партии КПРФ и «Справедливая Россия» в своих списках и среди своих одномандатников имеют кандидатов, у которых были проблемы с законом. Сегодня мы все материалы на всех кандидатов отправили в МВД по Чувашии. Сейчас идет проверка, и в случае выявления сокрытия судимости будем ставить вопрос о том, чтобы этих кандидатов исключали из списков. У КПРФ не так много, у «Справедливой России» чуть больше. Вот пока конкретную цифру не назову. Но скажу, что чуть ли не у каждого шестого-седьмого были когда-то проблемы с судимостью, отметил председатель ЦИК Чувашия. От себя добавлю – неожиданно для партий, критикующих власть. Газеты на этой неделе публикуют рейтинги политических партий от разных центров и фондов изучения общественного мнения. Газета про город, например, приводит данные Левада-центра. Согласно опросу в Госдуму не попадают Парнас, Яблоко, Коммунисты России и прочие непарламентские партии. В сложности у «Справедливой России» социологи прогнозируют, что партию поддержат всего 5% жителей страны. Это на грани проходного барьера. Так что СССР имеют все шансы остаться за бортом политической жизни. КПРФ и ЛДПР получат по 15%. Единую Россию, согласно данным опроса, поддерживают 57% жителей страны. Первый этап нового канализационного коллектора в Новочваксарске будет сдан к 1 сентября. Об этом местные власти доложили главе Чувашии во время его визита в город Химиков. Газета «Грани» рассказывает. Программа пребывания Михаила Игнатьева в Новочваксарске была построена, исходя из самых злободневных для жителей города тем. Это реконструкция коллектора и ремонт участка дороги по улице Винокурова. Руководитель региона также встретился с жильцами многоквартирных домов, проверил подготовку к новому учебному сезону в лицее номер 18 и работу мобильного медицинского пункта «Сосудистый патруль». Подводя итоги визита, Михаил Игнатьев отметил, что качество жизни горожан с каждым годом улучшается. Еще пять лет назад было очень много нареканий от жителей в адрес управляющих компаний по поводу их некачественной работы. Вставали вопросы экологической безопасности, работы полигона ТБО и Химпрома. Сегодня все это уже не является проблемой. Людей волнуют вопросы рабочего характера, отдельные моменты жизнеобеспечения городского хозяйства. Новочваксарцы уверены, что вопросы экологической безопасности контролируются на государственном уровне. В городе стабильная общественно-политическая ситуация. Встреча с населением дает дополнительные возможности корректировать принятые программы с учетом приоритетов, которые определяют сами жители города, подчеркнул глава Чувашия. О ходе строительства школ и детских садов в городе Чебоксары говорили на этой неделе в столичной администрации. Об этом своим читателям рассказывает газета «Чебоксарские новости». В настоящее время в столице строят школу на 1100 мест в микрорайоне на улице Гладково. Также планируется начать строительство трех дошкольных образовательных учреждений по улице Руза-Люксембург, в седьмом микрорайоне центральной части Чебоксар и в микрорайоне Новый город. На стадии проектирования находятся три школы в микрорайонах Волжские-3, Садовый и Новый город. Глава города Чебоксары Леонид Черкесов подчеркнул, что необходимо в самой полной мере освоить финансовые средства, выделенные на 2016 год на строительство образовательных учреждений и приложить все усилия, чтобы попасть в федеральную программу по строительству школ. В городе должно быть построено и реконструировано не менее 10 школ. Потребность в образовательных учреждениях растет, значит, со своей стороны мы должны сделать все возможное, чтобы в самой полной мере использовать преимущества федеральной программы. Мы должны подготовить всю проектно-сметную документацию на эти объекты, отметил Черкесов. И в продолжение темы. Школы Чувашии станут пилотными площадками российского движения школьников. Отделения этой общероссийской, общественно-государственной, детско-юношеской организации будут созданы в 13 образовательных учреждениях региона. Газета «Аргументы и факты» в Чувашии сообщает, с 1 по 7 сентября мероприятия по созданию первичных отделений пройдут в Канаше. Вступить в российское движение школьников можно будет на добровольной основе детям с 8 лет. Возглавил это движение космонавт Сергей Рязанский. Сама организация была создана указом Владимира Путина от 29 октября 2015 года. Знаете ли вы, что самая высокая точка в Чувашии над уровнем реки Волги находится в Козловском районе? Это место называется «Птичий полет» и возвышается над Волгой на 193 метра. Газета «Знамя» собрала все самое уникальное, что есть в Козловском районе и что отличает его от любой другой территории Чувашии. Например, самая холодная вода в роднике возле деревни Бишева. А самой старой липе 550 лет. И растет она в деревне Новая Тюрлема. Памятник гармонисту на берегу Волги, самая старая деревянная толкушка или пест, ровесница войны с Наполеоном и еще много других отличий нашли журналисты в родном краю. На сегодня это все. Обзор прессы следит за развитием событий. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин